Хотел для вас это видео записать часов где-то 5 назад, пока эмоции были еще настолько свежи, что это выглядело бы максимально искренне и максимально бы вас это трогало. Дело в том, что по жизни так случается, что нам родители говорят, типа, береги здоровье, еще кто-то там говорит, может, в школе, может, еще что-то там случается, какая-нибудь хрень, да, я в России, ну, береги здоровье. И все это, в принципе, все ключевые фразы в жизни проходят как-то мимо нас. Мы их не воспринимаем настолько глубоко, насколько они должны быть пережиты, ну, восприняты. И зачастую, ну, потому что в них ничего не вкладывается, зачастую эмоции только и история какая-то может заставить вас задуматься. Родители, как правило, нас воспитывают тоже вот ключевыми какими-то тезисами. Не делай то, делай это, делай так, учись, еще что-то, так всю жизнь. И только, не знаю, до годов 25-26 ты, что-то случается в твоей жизни, пережитый опыт. Вот, и ты только тогда вспоминаешь, а, типа, вот, вот родители, что имели в виду, когда ты уже понял глубину этой фразы. Но если бы, в свою очередь, они потратили на вас больше времени или понимали бы, что ребенок не понимает того, чего ему говорят, он не воспринимает это. Ему нужно объяснение, его нужно тронуть, да, ребенка. Вот, и я хотел бы, конечно, сделать это пару часов назад раньше, когда я там отчасти плакал сейчас, что смог выжить. Сейчас, конечно, как будто бы немножко уже не верится, как будто уже подотпустило. Вот, история такова, история о вашем здоровье, история о том, что нас, мы в жизни ничего не знаем о своем организме, о том, что нас окружает. И вроде мы знаем, что все вредно, и курить, и пить, и нервы, и стресс, и спорт, определенная физкультура, все это надо, и экология вообще, и питание, все это важно. Но, как будто бы это случится не сегодня, не завтра, и вообще, как-то не со мной. И, нет, пацаны, случится абсолютно со всеми, рано или поздно. И в ваших силах реально повлиять. Да, жить не 60 лет, не 30, не 20, 70, 80. Технологии, возможно, позволят за эти 80 лет или даже 20 так шагнуть, что вы будете жить в вечность, пока просто не надоест. Рокфеллеру 8 раз сердце поменяли, в каком году он жил, сейчас еще все лучше двинулось. Ну, возможно, там, ген старения, еще что-то заменит, будут выращивать органы, стволовые клетки и так далее. Поэтому хочу, чтобы вы берегли свое здоровье, и я объясню, почему. Потому что, ну, и вообще, в целом, надо правильно жить. Правильно жить, это не значит, там, типа, быть святым или еще что-то. Правильно жить, это реально качество жизни, радость, это умение, возможность не держать в себе ничего, правильно, вот, говорить людям, что вот если дорог человек, то говорить ему это, независимо, какие обиды или еще что-то. Ну, короче, ничего не держать в сердце, да. И уметь правильно весь там, ну, правильно отдыхать, вот вообще все сюда входит. Правильно учиться жить. Но только правильно учиться жить мы начинаем, я не знаю, в 30, 40, 50. Короче, это процесс постепенный. Каждый раз какой-то происходит инсайт, там, ты вроде, а, вот, блин, нифига себе. Вот я там сейчас пытаюсь, там, например, у меня по жизни с детства, да, проблема, что я не могу выражать какие-то хорошие эмоции, только критику или еще что-то. Вот у меня вот так все идет. Все это есть у меня, как будто вы смеете, как данность, но не могу ничего сказать человеку. Хотя зачастую это очень и самому лучше становится, и действительно человек начинает меняться, стараться еще больше. Ну, у меня такая вот проблема. Дело в том, что с детства меня чисто только критиковали всегда, ни за что не хвалили, всегда родителям там было мало. В общем, как-то рос я один, да, в своей комнате, появился компьютер, я играл все время. Вот, все, что я слышал от родителей, да, за всю жизнь, ну, учись, учись. Не учишься, ну, плохой. Вот, в общем, здоровье, да. Давайте расскажу, что со мной случилось. Уже так ярко я не расскажу, как хотелось бы, чтобы вас достаточно задеть. Как вы знаете, я, наверное, трижды был на пороге смерти, может быть, еще чаще, ну, три я раза помню. Это первый раз абдомиолиз, когда у меня был, когда, в принципе, по всем показателям у меня максимальные допустимые смертельные показатели превышали в 2-3 раза. Не знаю, почему выжил, может, печень очень хорошая, почка очень хорошая. Вот, я как-нибудь отдельно расскажу, потому что тогда я вам рассказал немножко неправильную историю, и я объясню, почему. У меня был абдомиолиз, это был 14-й год, это была самая ужасная, наверное, часть моей жизни. 14-й. Помните, когда я в Натураху хотел МСМК сделать? Я действительно за два месяца впервые с тренером, вообще впервые у меня был тренер, подготовился, и у меня на МС легко шло без стероидов, ну, там, проще нормативы, по крайней мере, нажим. Шло у меня пауэрлифтинг, и очень легко я в зале уже сжал эти заветные, не помню, 187 или 182,5 для моего веса, а с стероидами, это, наверное, по-моему, 220 было пожать на МСМК. Это цель моей жизни, очень хотелось реализоваться, тем более было много хейтеров, и все про стероиды, и хотелось, конечно же, перед аудиторией, там, выглядеть лучше, увы. Хотя, конечно, там бы никто не поверил, что ты на фарме, или еще не без фарма, ты там договорился, у тебя есть деньги, но неважно, да, мне сейчас до сих пор не выполнение этой задачи очень глужит. И я уже, вот, были назначены соревнования, очень легко хотелось сделать, я даже не сильно это освещал, просто чтобы ничего не обещать, а просто взять и сделать. Но случается так, что я употребляю препарат ГВ-15-16 очень случайно, я его не использовал никогда, просто я съезжал с одной квартиры, и у меня, ну, все вычищал, все выкидывал, и был в моем холодильнике вот этот препарат, 1 грамм порошкового ГВ-15-16. Тогда он был достаточно не исследовал, он был аналогом Айкара, он способен жиросжиганию, выносливости, еще чего-то. Короче, у него просто было впадло выкидывать один бутылечек, он стоит, по-моему, 3000, и я его размешал, а он не размешивается. И, блядь, наверное, сам Бог хотел отвезти, чтобы он не размешивается, вот неприятный. Но я все равно все это сделал, все допил. И он за три дня, вот к третьему дню, начал мой организм разрушать. Просто это как-то тянуло, как будто, да и очень жестко перетренировался. Он приповышает КФК, и у меня было превышение, по-моему, в 200 раз, что ли, что-то 10, не помню, сейчас я не вспомню. А норма после тренировки, по-моему, 200. И, представьте, это равно жесточайшим 200 тренировкам. У меня все тело болело, мне просто прикасались пальцами, я как будто бы делали одновременно, там, 10 гейш, массаж во всех местах. Ну, в общем, было очень приятно и очень плохо. Я, как всегда, боюсь больниц, не хочу туда, и благо моя жена все-таки меня запихнула туда, и запихнула практически, вот, у меня уже, я чуть не сдох, в какой момент приехал. То есть, потом очень резко начало становится плохо, вот. Чего оказалось-то со мной? Ну, как вы понимаете, все соревнования я просрал уже, ну, все, я на 20 дней туда вышел, и, ну, 12 дней было, хотя мне казалось, что прошло 4 дня, оказывается, все остальное время я там был в полусознательном, бессознательном состоянии, блядь. Я разок там сходил покакать, а я не знал, что я сходил покакать, я потому что на конце дня выписки я спросил, а где туалеты, хочу покакать, я вот как так, я не срал у вас столько дней. Хотя, конечно, меня и кормили мало, потому что не до этого было. А мне говорят, ты что, дурак, что ли, ты уже ходил туда много раз? Ну, в общем, я такой чушь там порол, блин, персонал, сотрудники, что-то всякую хуйню горол. Ну, кстати, ни разу не сматерился за все эти дни. Ко всем очень как-то, ну, то есть какая-то бессознательная, хорошая у меня была. Вот, всякую чушь, говорю, ставьте мне трубочку в письку, еще что-то там. Жена приходила, я ей там благословлял, ты как будто с другой планеты, еще что-то. Хотя у тебя еще не была тогда жена. Ну, в общем, у меня оказался абдомиолис, это распад, в принципе, жировой ткани и мышечной. То есть, в принципе, ГА-15-16 должен эту функцию выполнять. Только через год провел исследование, узнал, что смертельная или что-то такое максимально допустимая дозировка, это чуть ли не 100 миллиграмм, а я съел грамм. Ну вот, короче, в течение этих 13 или 15 дней, которые выпали на мой день рождения, 19 октября, я потерял массу со 105 до 72 килограмм. Я стал просто чернотой, густой чернотой. Это все у меня было. Я не мог дышать, потому что... Ну, дышишь, а потому что у вас все мышцы в гиперболезненном состоянии. Вот. Было тяжело дышать. В общем, меня просто давали тонны фуросенида. Мне все это время, все 19 дней в катетер вводили воду, да, какие-то физрастворы, просто чтобы я высыл всю эту массу. Ну, доктора говоря, я просто умру. Просто моей жене сказали на ночь, когда она уходила, он умрет. Вот. Как вот такой, можно сказать, жене, да? Представляете, как она будет спать, жить, ну, блядь, тяжело просто хотя бы. Ну, сейчас сделаем все, что можно. Еще как минимум. Ей сказали, он умрет. Когда посмотрели мой креатинин или что там еще. Вот. И в тот момент я стал, разорился. Тогда я продавал пептиды и гормон роста. И все свои деньги я выслал в Москву. Я тогда, да и сейчас, я был нереально доверчивый. Я не понимаю, как меня могут обмануть. Человек просто, да, занимался оправкой этих денег в Китае. Я его никогда в жизни не видел, но мне посоветовал друг. Вот. И представьте, каково мне было тогда, в 2014 году. Я весь такой счастливый, готовый выступать и рвать, и доказывать. Ну, реально для меня это была мечта МСМК. Выполнить именно по жимам. Хрен с этим парлифтингом. Хотя МСМК это уже было круто. Оказывается, просто перед смертью. Но я тогда реально не понимал, что я там могу умереть или еще что-то. Тогда этого не было. Бомжом просто все деньги, раз. Я выхожу, и его нет, он пропал. Кстати, по-моему, Петр зовут. Если надо, я вам скажу. Скажите, где он. Хотя, что я сейчас делаю, потому что это все было юридически никак не оформлено. День рождения. Полудохлый. Без мечты, без всего оказываюсь. Но, тем не менее, вышел я оттуда. Хотя меня еще заставляли там оставаться, но я всякую хуйню порвал. Я голый уходил оттуда домой, я даже этого не помню. Я думаю, блядь, я до сих пор не поссал. А я, блядь, ссался под себя регулярно. В общем, иногда я вроде в сознание приходил, но даже, я не знаю, это полусознание. В общем, интоксикация, просто перемешку таблетки. Все это было очень так-то. Я думаю, там 5 дней максимум. Оказалось, что такое, 17, может. Что дальше-то было? Ну, я напросился, меня вывезли оттуда. Я на каталке, ну, вот, всталкиваю, как с каталки. И меня вдвоем понесли. То есть, представляете, атрофия какая дикая случилась. Что с моими мышцами? Они не слушались. Я примерно учился ходить, наверное, 15, не знаю, 20 дней. Вот. Первое время очень было тяжело есть. Я вообще почти ничего не хотел есть. Вот. Тогда я, наверное, проебал просто тонны своего здоровья. Представьте, как было тяжело сердцу, как оно сильно билось, какое было давление, чтобы густую жижу, да, какую-то, блядь, мазута черная гонять по моему телу, да, блядь. Мега Качковскому просто пиздец. Вот. Что дальше? Ну, в общем, я прихрамывал, ну, где-то в пятом-десятом дне вроде я даже без поддержки научил сходить. Было очень страшно первый день. То есть, меня реально все пугали. Если его отключат, он может умереть. Да, ну, я настолько там устал. И вообще, я тогда еще ничего ни во что это не верил. Но страшно было первая ночь. Было бесконечно форосимент пил, просто пил. И у меня был, блядь, около туалета, тазик. Я ночью просыпался раз 10, я потому что просто боялся, живой ли я. Ну, напугали очень сильно. Ну, и действительно, стоило, наверное, еще чуть там прочиститься или еще что-то. Ну, не понимал. В общем, дальше чистил кровь, всякой хуйней так и занимался. Ну, и вроде как-то пронесло. И вот, да, случился у меня следующий инфаркт. Август. 27-й, по-моему, август 2017-го года. У меня не было никаких болевых синдромов. Я просто встал из машины, поискать, где я обранил ключи в самой машине. Вернулся. Сообщение пришло. Вернулся и в машину. И меня резко потемнело. И начал терять речь. Я теряю речь, когда очень становится высокое давление. Ну, в целом, она постепенно пропадает. Вот, были подозрения из-за этого сразу на какой-то инсульт. Да, потому что вот речь теряется. Еще что-то било сердце. И был панический страх смерти. Но это все свойственно инфаркту. Дальше меня, слава богу, довезли. Я еще даже не думал, что может все нормально. Просто опять давление поднимлось, как и тогда. Все хорошо. Вот. Что случилось потом? Довезли. Завезли. И я сказал, все признаки того, что у меня инфаркт. Как бы по-хорошему меня могли вообще просто остаться. Мог вообще без каких-либо проблем. Если меня сразу прооперировали и послушали. Вот, что это инфаркт. А в итоге они спустя 7 часов приходят. Слушай, у тебя тропонин высокий. Маркер инфаркта. Пошли-ка на стол. Все, блядь, какая-то операция, сука, страшная. Ну, блядь, я думал тоже тогда, что умру. Потому что, если почитать, когда инфаркт происходит, это реально происходит какое-то реально осознанное ощущение того, что ты умираешь. Ну, то есть, это какое-то вот инстинктивное ощущение. Дух-дух-дух-дух-дух-дух. Блядь, я умру. И еще в буромсе. Дух-дух-дух-дух-дух. Вот, мне поставили стентирование, прочищали ссуды. И, казалось бы, 46 или 50 процентов фракций у меня, ну, почти, что можно сказать, здоров. Вот, ну, а могло быть вообще просто весь миокард мог быть живой, если бы меня послушали. Ну, вот такая-то у нас медицина. Или вот такие у нас многие люди. Хотя я тогда искренне был благодарен этому человеку. Но я только потом, недавно, буквально сейчас узнал, что могло быть все лучше. И дальше сейчас случилось, вот я недавно писал, что у меня фракция выбора снова упала до 28 процентов. В принципе, это сердечная недостаточность, мы уже на трансплантацию можно даже тянуть. Оказалось, вот когда я сделал недавно коронографию, это под рентгеном смотрится, твое сердце, твою кровь. Оказалось, оказалось, что у меня оказалось? Оказалось, что один сосуд у меня не протестирован, там 100% закупорка. Благо вот эта миокарда уже немножко оброс другими сосудами рядом. Но сейчас неизвестно, он живой или полумертвый, там, гибернация, вот, будет делать МРТ, чтобы понять, спасать или не спасать. Мне на столе сказали, неизвестно, живой он или нет, мы можем тебя простентировать целиком закупоренный сосуд, но есть вероятность разрыва. Это значит внутреннее кровотечение. Под кардиомагнил внутреннего кровотечения это вскрывать клетку и очень тяжело останавливать. Ну, я побоялся и решил пройти МРТ. Вот так вот. То есть, если бы мне там правильно продиагностировали, что у меня стеноз не как мне написали, 50%, то есть с этим вообще спокойно живут, это норма. А стеноз больше, я не знаю, или это специально было сделано, чтобы не стентировать, то чтобы, блядь, и так у меня 3-4 часа оперировали, чтобы не ставить четвертый стенд. В общем, непонятно. Или... Сейчас ёкнуло немножко, потом туплю. Или он просто не доглядел и реально думал, что там стеноз поменьше. Дело в том, что все сосуды за этот почти год прошедший, у меня все в идеальном состоянии. То есть, они не спачкались ничуть. У меня было низкое давление, все это время идеальный холестерин. То есть, не может сосуд 50% закупориться за 9 месяцев. На это требуется 20 лет, кому-то 30. Кто-то вообще не закупорился. Но при этом у меня еще были идеальные условия. То есть, в принципе, в таком идеальных условиях он может вообще не закупориться никогда. Ну, вот, видите, вторая такая херня, нехорошая случилась в этой больнице. Это очень печально, меня очень часто расстроило, да. Неизвестно, что там будет. Ну, вроде, на трансплантацию я не иду, потому что при этой фракции выброса я почти что в норме прокрутил. Ну, для офисного жирного плантона я неплохо прокрутил педали. Вот. Ну и что вы думаете дальше произошло сегодня? Значит, сегодня мы тестировали продукт Бонас Тет. Он абсолютно нормальный. Очень крутой состав. Очень правильно сделано. Я специально выпил просто ту долечку, да. Сразу Шурыгину хочется вспомнить, да. Долечку, долечку. Я не знаю, кофей на 200 миллиграмм, дай бог там. Я еще потом специально проблевался. И все равно этого хватило. Видите, у меня аритмия. И почему-то... Ну, я еще был натощак. И, видимо, чувствительность сейчас повыше. Случилось... Я думал, что это инфаркт. Что, 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 что... Что сказать вам? Думал, что это инфаркт. Значит, постепенно становится плохо, плохо. Что-то я счел, что у меня спазмирует. Как-то сердце иногда так подпрыгивает. Я начал принимать нитроглицерин. Я принял слишком много. Плюс эмоции, стресс. Все вперемешку. Кофеин. Аритмия. Я просто стоял. Все, блядь, сказал, не могу. Вызывайте скорую. Я 40 минут так вот стоял. Вот просто гипервентилирую кого-то, чтобы, да, кислорода хватило в случае, если это инфаркт или еще что-то. Ну, я так и думал. Так, сердце еще долбилось. В случае, если это инфаркт, ну, чтобы больше кислорода было. Оказалось, я еще даже вот этой гипервентиляции сделал еще себе хуже. Потом мне когда замерили на пальцах крови, искали кислороду сто процентов. Типа как в барокамере, хотя, конечно, не можем сто процентов. Я дождался, я скоро, я, я честно, я, я не знаю, что со мной тогда происходило в этот момент, какие вещи происходят в голове в этот момент, ну, блядь, я не знаю, как объяснить. Ты молишься, ты обещаешь изменить жизнь, новую жизнь. Бросишь, блядь, два годика, пожалуйста, или еще сколько-то прожить тебе как-то осознанно, правильно и хорошо. Дышишь, дышишь, пытаешься не думать о плохом, специально так пытаешься, ловаться тебе, блядь, дасти, хорошо, позитив. Ну, просто пытаешься как-то наладить, потому что весь этот стресс и страх, он еще больше усугубляет ситуацию. Иногда накатывала так близко, просто, понимаешь, сейчас я ебнусь, сейчас я не знаю. И в эти моменты, ну, такой, блин, что же дальше, что будет после этого, черный экран или что там. Ты, я в какой-то момент, я повернулся, мне кажется, ну, в этот момент я остался, хотя бы 90% времени сказал, я буду жить, я буду жить, все хорошо, у меня будет все хорошо, и я, типа, все понял, или что-то еще такое. Ну, короче, разные, разные слова. В какой-то момент просто происходит легкое, слегка позволю себе сдаться, поворачиваюсь, да, справа жена, и, блядь, говоришь, ну. Вот просто в голове уже сформированные слова, я еще говорил плохо, так, ну, знаете, плохо, потому что, ну, блядь, начал прощаться с женой, просто в этот момент, когда я уже так вот прям подхватывался, и, ну, начал прощаться просто с женой в голове. Ну, в какой-то момент, в последний момент себе я сказал, нет, нет, я буду жить, я буду жить, пиздец. Вот, опрещение наступило, когда приехала скорая, я не знаю, слава богу, ну, видите, какая-то уверенность появилась, все, здесь вероятность, что я умру, но в машине меньше ихней. И сел к ней меня, начало чуть-чуть отпускать, да, легче, ну, где-то 20 минут понадобилось мы там стояли, мне дали там сердцебиение, уменьшает, дальше что мне дали, кроволол, да, чтобы вот то, что все это снять. В итоге вся эта непонятная ситуация с кофеином, ну, у меня еще дичайшее восприимчивость. Препарат просто реально охеренный, но, ебаный в рот, блядь, ну, мне с него было плохо. Мне вообще, я помню, я понял, что кофе я не буду пить, два месяца назад, когда я вот на инсайт-форме в Москве сел всего лишь чашечку капучино, маленькую, такой пластмассовый стаканчик, и мне было плохо, три часа, я тоже думал, ну, тогда не так плохо, конечно, но подхватывало, это все дикой моя аритмия, плюс она усиленная стрессом, и я помню, я все пришел кофеином, именно поэтому, когда я вот тестировал вкусового продукта, вам к вам это не имеет отношения, не киньку и реклама, не антиреклама, это вообще там для других людей сделано. Хейтер, даже до этого двигается, блядь, охуенный хайп, охуенный рекламу, да какой нахуй хайп, вы поймите, я ушел из порта, я продал проект весь целиком, меня нет, мне срать на это медиапространство, мне в целом вообще срать, мне легче, я говорю, что хочу, это охуенная свобода, я был за этими 4-5 лет, зажатка, хуй знает кто, а когда мне говорят, бля, вот смотрите, какой доча был, классный, сейчас не тот, да потому что раз за разом в рамки какие-то попадал, угодить тем этим, а вдруг это скажут, а здесь хейтеры, и я стал другим, я стал неискренним, я стал думать наперед, не просто что шло изнутри, как раньше каким-то нравилось, а стал дуй наперед, а что понравится, что скажут, а как это, и вот весь в рамках, сейчас мне поебать, просто поебать, вообще, я могу всех нахуй послать, я могу всех удалить, блядь, просто я могу сказать правду про любой бренд, любой продукт, пептиды, блядь, фарма, еще что-нибудь поебать, я скажу правду про любую личность, вы охуеть, это уж сколько я знаю за 6 лет, представляете, главный проект, какой, какой информацией обладаю, да вы охуеть, просто, ну не суть, то есть, в целом, мне просто срать, я сейчас хочу искренне дать вам понять, что начните читать книги, там, про здоровье, начните обследоваться как-то, правильно питаться, вообще, жить счастливо, ну, собственно, что дальше, мне стало легче, я впервые за 3 года заплакал, недолго, потому что все равно я стесняюсь, да, слез, но это охуенный механизм, у меня как будто бы вот просто из сердца камень, из сердца, это выходит, как же это легко, ну, хотелось еще, но я себя сдержал, и сейчас пытался вот специально заплакать, не получилось, настолько у нас травят мужчину, ай, уйди, пожалуйста, да, я заговорю, ну, механизм вот этот очень хороший, защитный, он избавляется от стрессов, и специально даже не можешь заплакать, потому что мужчинам не дают, ты должен быть сильным, должен то, сё, блядь, зарабатывай, блядь, хуй побольше, и все такое, что я хочу сказать, ну, стало легче, я заплакал, счастье от благодарности, что я могу еще пожить, дальше меня повезли в больницу, мысли, как всегда, такие, блядь, что каталка это, здесь умирло тысяча человек, выжило 10 тысяч человек, или просто, ну, смерть, жизнь, вот просто рассуждения такие, тем более, это все для них не первый раз, вновь там тебя завозят в эти коридоры, там полумертвые люди какие-то, просто потоком, врачи никого, к сожалению, не имеют, это просто для них поток, у них иммунитет ко всему этому, они там плачут, еще что-то, они проходят мимо, там, никак не успокоят ничего, просто механическое выполнение работы, очень-очень хочется в такие моменты, как вот от врачей получать позитиво, типа, бля, пацан, все нормально, у тебя обычная ситуация, сейчас мы тут таких, блядь, знаешь, человек в стол приходил, все живые ушли, блядь, у тебя всего же, блядь, аритмия, иди нахуй, вообще, что-то, и просто так хорошо бы стало, ну, реальное слово помогает, ну, нет, там просто, одного башка разбитого, другого инсульт, этого, блядь, инфаркт, у этого, блядь, рак, все просто мертвые какие-то, и в такие моменты, блядь, ну, снова жизни, смерти, понимая, что здесь таких сегодня было сто, или сколько таких, там, двадцать умерло, столько-то выжило, и ты понимаешь, что, блядь, я не бессмертный, я вот здесь вместе с ними, но не смог я вам сейчас, честно, передать все, что хотел, уже все прошло, ну, это бы и не сегодня, не со мной это было, конечно, я для себя дал еще больше каких-то определенных обещаний, как изменить свою жизнь, наслаждаться, повышать качество жизни, видите ли, всю жизнь я просто ебашил, я, моя цель была в жизни быть сверхэффективным, сейчас ты понимаешь, а для чего, а в чем прикол, ну, гуляй, ну, сделаешь что-то там пиздатое, это всем поебать, не твой продукт, а другой, не какой-нибудь, я тебя забуду завтра, сегодня, но смысл денег, власти, и, в общем, всего этого, оно бессмысленно, то, что ты не насладился жизнью, ты не научился правильно жить, не нашел нужный смысл, в общем, не знаю, в общем, я надеюсь, вы меня услышали, пацаны, находите час жизни в день, ну, или семь часов в неделю, для легкой физкультуры, для изучения питания, для правильного питания, для изучения стресса, там, сможет, какой-то медитации, умение себя анализировать, книга о здоровье, о болезнях, о том, какие анализы возможностей дать. Надеюсь, вы меня услышали, берегите свое здоровье, и чтобы дольше жить, и качественно жить, и доходим, короче, в общем, удачи вам всем, пацаны.